Актюбинск В добрый путь и в добрый час Мы всегда вам рады Делайте у нас заказ для любого взгляда Добрый вечер, в эфире итоговая программа «Факт» С новостями к этому часу Аселькин Жалина В Астане, где проходит пятый раунд переговоров По межсирийскому регулированию ожидается принятие документа Который окончательно обозначит границы зон безопасности И способы контроля за ними Но сложности остаются Так, министр по делам национального примирения Сирии Али Хайдар Заявил, что Саудовская Аравия, Катар и Турция Пытаются включить или исключить Те или иные районы из зон деэскалации Преследуя свои собственные политические интересы По-прежнему непонятно, как отделить вооруженную оппозицию от террористов Передает Россия 24 Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп Поздравил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева С проведением международной выставки Экспо-2017 И выразил надежду на дальнейшее укрепление Стратегического партнерства между странами Сообщила пресс-служба главы государства Как указывается в поздравительном письме Дональд Трамп отметил, что благодаря этому глобальному мероприятию Более миллиона посетителей из Казахстана и всего мира Будут вовлечены в потрясающую атмосферу технологических инноваций Вдохновляемых человеческим воображением И партнерство получившего отражение в более чем 115 национальных павильонах Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Принял участие в торжественном приеме, посвященном Дню столицы Сообщила пресс-служба главы государства Астана прекрасна Вчера вечером я объехал город и увидел очень много людей, гуляющих на улицах Несмотря на позднее время суток Это говорит о многом Народ спокойный, чувствует себя в безопасности Еще древние говорили, что город это не стены, а люди Сказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что сегодняшний энергичный ритм Астаны задает темп обновлению всей страны Также президент отметил важность проведения международной выставки Эксфо-2017 и ее роли в дальнейшем развитии города и всей страны в целом Назарбаев отметил высокую динамику развития главного города страны за последние 19 лет Канал незаконной миграции в Россию пресечен сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел Североказахстанской области Как сообщается, оперативниками УБОП поступила информация о том, что в области действует группа лиц, занимающаяся переправкой мигрантов в Российскую Федерацию При проверке данной информации был установлен устойчивый канал незаконной миграции При попытке отправить шесть граждан Узбекистана, имеющих запрет на въезд в Россию, подозреваемые были задержаны После рекламы вернемся к событиям в Актубе Оставайтесь с нами С 1 июля казахстанские банки больше не принимают оплату за аренду жилья по госпрограммам без ID-кода Поэтому представители сектора учета жилищного фонда Актубе настоятельно рекомендуют нанимателям, получившим арендное жилье из госфонда По линии Жилстройсбербанка и другим программам поскорее получить личный ID-код Городской отдел ЖКХ объявляет, доводит до сведения нанимателей квартир, которые получили квартиры из государственного жилищного фонда О том, что необходимо подходить в отдел и получать ID-номера ID-номер это уникальный номер, с помощью которого наниматели ежемесячно должны будут оплачивать арендную плату Данный 8-значный код в дальнейшем позволит нашим нанимателям квартир при оплате арендной платы не вносить дополнительную информацию Также данный код позволяет 100% дает информацию о том, что те денежные средства, которые они ежемесячно оплачивают за арендную плату, будут поступать именно только на их счет По информации сектора учета жилищного фонда Актубе в нашем городе арендаторами госжилья являются более полутора тысяч человек В связи с переходом на новый вид платежей, все они теперь должны оплачивать аренду только посредством терминала через ID-код За получением индивидуального кода необходимо будет обратиться по адресу улица Алтанцарина, 2, 24 кабинет При себе нужно будет иметь удостоверение личности основного нанимателя квартиры Более 500 материалов по самовольному захвату земель в Актубе поступило с начала года в областное управление по контролю за использованием и охраной земель По словам главы ведомства Абдухата Морзалина, часто при строительстве домов актюбинцы незаконно переходят красную линию, захватывая территории, предназначенные для того же пожарного прохода Об этом и многом другом чиновник рассказал на пресс-конференции в инфоцентре На 1 января этого года территория Актюбинской области составляет свыше 30 миллионов гектаров Большую часть из них составляет площадь сельхозугодий, пашни, пастбище и сенокосы Около 10 миллионов гектаров земель вовлечено в сельхозоборот Сегодня в области насчитывается 173 тысячи 475 собственников и землепользователей Эти и другие данные были озвучены сегодня главой областного управления по контролю за использованием и охраной земель Абдуханом Морзалином Который отметил, что только в первом полугодии ведомством проведено 318 проверок на площади 312 тысяч гектаров Без выявленных нарушений не обошлось В первом полугодии текущего года проведены 318 проверок на площади 312,9 тысяч гектаров Из них проведено 180 контрольных проверок В результате проверок выявлено 94 правонарушений на площади 89,6 тысяч гектаров Возвучены административные дела в отношении 51 нарушителей В отношении 17 правонарушителей наложены административные штрафы на вовшую сумму 2 миллиона 110 тысяч тенге В отношении 34 землепользователей приняты административные меры в виде предупреждения По результатам проверок государственную собственность возвращены в добровольном порядке 35 земельных участков сейхозного значения на площади около 40 тысяч гектаров По землям коммерческого назначения с начала года в области проверено 53 субъектов землепользования Где выявлено 42 правонарушения в большинстве своем неиспользования земель коммерческого назначения Кроме того, отметил Абдухат Мрзалин, в области выявлены факты по самовольному захвату земель По недопущению самовольного захвата земель в управлении в первые полугодия 2017 года выявлено 7 нарушений на площади 4 гектаров Сумма наложенного штрафа составляет 1 миллион 418 тысяч тенге Здесь я хочу отметить основное нарушение, то есть самозахват земельного участка выявлено на территории города Ахтебе То есть граждане при строительстве здесь переходят в красную зону То есть охватывают территорию предназначенной для пожарных проходов и на тротуар В целом в первой половине года в отдел земельных отношений поступило около 500 материалов по незаконному захвату земель И это только по городу Ахтебе, отмечает чиновник Осеткин Жалин, Алимжан Молдобеков, программа «Факт» Полицейские задержали Ахтебенца, торговавшего марихуаной 43-летний мужчина задержан в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кукнар-2017» Весь запрещенный товар был изъят Сейчас проводится расследование В ходе обыска гаража, принадлежащего задержанному При применении служебной родственной собаки в погребе гаража было обнаружено свыше 9 кг наркотического средства марихуана Общий вес состоял изъятых наркотиков 9,802 кг Благодаря сотрудникам УБНДВД Ахтебенской области был пресечен факт незаконного сбыта наркотиков Сумма изъятой партии оценивается более 3,5 млн тенге Более половины проверок государственных и частных учреждений, проведенных в этом году октюбинскими метрологами, выявили нарушения Так, с начала года было проверено 29 объектов нашей области В 15 случаях выявлено нарушение технического регламента и единство измерения, что составляет 52% от общего количества К административной ответственности были привлечены 13 юридических лиц Сумма штрафов составила почти 3,4 млн тенге В первом полугодии 2017 года департаментом было проведено совместно с прокуратурой Ахтебенской области Государственный контроль в отношении газовосетевых организаций, а также розничных реализаторов жиженного газа В ходе проверки были установлены применения в автогазозаправочных станциях Установок заправок жиженного газа, не прошедшие испытания или метрологическую ассоциацию Не внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерения А также не прошедшие метрологическую проверку Нарушение пункта 11 статьи 19 закона Республики Казахстан об обеспечении единства измерения Штрафов, наложенных в ходе проверки специалистами департамента технического регулирования на две компании, реализующие сжиженный газ, составило почти 400 тысяч тенге Как отметили актебинские метрологи, проверки проводятся в соответствии с предпринимательским кодексом Казахстана Так, в целях снижения давления на бизнес в дальнейшем планируется перейти с выборочных проверок к иным формам контроля Они будут нести предупредительно профилактический характер Бойцы отрядов Жасл-Ель сегодня провели одновременно две благотворительные акции Одна из них прошла в поселке Курайли с целью оказания помощи семьям, пострадавшим от паводка В городе студенты оказали помощь труженикам тыла, пожилым инвалидам и одиноким пенсионерам Это двор одинокой пенсионерки Сегодня Софья Федоровна принимает гостей, но не за праздничным столом, а на своем приусадебном участке Жасл-Ельевцы решили оказать ей посильную помощь совершенно бесплатно, а потрудиться есть где Мы срезаем ветки с деревьев, помогаем вырубить траву, делаем мужскую работу Что в первую очередь необходимо сделать во дворе и саду, подсказывает сама хозяйка Я первый год в отряде сам учусь в университете имени Байшева, работать буду все лето, мне нравится Это лишний заработок По городским адресам разошлись порядка 30 человек в униформе Жасл-Ель Десант, в два раза превышающий эту численность, высадился в поселке Курайли Там задача посложнее помочь в строительстве домов, пострадавших от паводка Цель этого мероприятия, это в первую очередь воспитание молодежи Общение с пожилыми людьми, с ветеранами В свою очередь со стороны ветеранов тоже приятно общаться, передавать свои опыты, свои знания молодым поколениям С текущего года студенческие отряды Жасл-Ель существуют круглогодично Правда, пик трудовой активности все равно приходится в основном на каникулярное время В первом полугодии число бойцов составило 2000 человек График работы студентов с 8 утра до 5 вечера, заработная плата 60 тысяч тенге в месяц Ирина Гути, Алексей Уразов, программа «Факт» Представители октябинского центра ЗОЖ провели разъяснительную работу с населением на тему Что вам даст обязательное социальное медицинское страхование Сегодня акция прошла в районе центрального рынка Мы сейчас находимся в одной из этапов медицинского страхования Как мы знаем, что в 2015 году был прикат, это закон о медицинском страховании Мы в течение двух лет работали по этому вопросу А сегодня у нас уже с 1 июля начался взнос от 1% от работодателей Поэтому мы сегодня находимся среди населения об этом, чтобы информировать Уже находимся с 1, 2, 3, 4, сегодня 5 день Как известно, 5 апреля в нашей республике стартовала кампания по прикреплению к организациям первичной медико-санитарной помощи Под лозунгом «Прикрепись к поликлинике и определись свой статус обязательного социального медстрахования» В ходе акции медики ТО «Арасан Актубе» разъясняли горожанам, в чем состоит предоставляемое обязательным социальным медицинским страхованием По словам медиков, в пакет медстрахования входит доступное лечение, качественная медицинская помощь, бесплатные доступные лекарства и так далее Это были все новости на сегодня, спасибо за внимание, будьте в курсе Субтитры подогнал «Симон»